Доброе утро, ребята! Приветствую вас на торговой сессии Среды. Помните, что Среда пришла, неделя прошла. Забегая вперед, сразу хочу сказать, чтобы проявляли максимум внимательности к нашему брифингу, поскольку традиционно я произнесу и обозначу кодовое слово, которое позволит вам получить дополнительные бонусы на пополнение плюс к тем акциям, которые действуют в рамках нашей компании. Сегодня величина бонуса 6%, и что касается кодового слова, скажу чуть позже. Начнем с наших традиционных вступительных активов, это нефть и рубль. Откройте, пожалуйста, графики по бренду. В частности, здесь мы видим то, что бренд продолжает находиться ниже, глубоко ниже 60, в частности, текущие актуальные котировки 56 и 51, но, может быть, за последние 10 минут произошли незначительные изменения. В целом, мы отмечаем серьезный фундаментальный фон, который определяет такой же серьезный прессинг на нефть. И имеем сейчас в арсенале как минимум 5 основополагающих причин, которые сказываются негативным образом на динамике энергосырья. В частности, если мы видим соответствующую слабость для нефти, разумеется, проецируем такую же фундаментальную слабость и для рубля. Вернемся к нефти. Давайте посмотрим, с чем, скажем, нефть имеет дело сейчас. Чему пытается противостоять в плане макроэкономического и фундаментального фона. Почему же за последние три недели нефть потеряла порядка 13%? Хотя на самом деле, наверное, потери были еще более объемлющие. Наша цель, в принципе, долгосрочная цель, которую мы ставили в районе 60, реализована. Сейчас я предлагаю вооружиться еще более серьезным вызовом в плане коррекции данного актива. И сейчас сделать ставку на возможность снижения бренда в район 55 долларов за баррель. Хотя на рынке сейчас присутствуют и более агрессивные цели со стороны инвестиционных банков. В частности, вчера посмотрел много прогнозов. И есть те, которые отмечают весьма, скажем, серьезное такое коррекционное будущее для нефти. И возможности снижения этого актива даже в район 40 долларов за баррель. Но это совсем крутовато. Это значит, что нефть с текущих уровней нужно потерять больше 20% собственной стоимости. Пока мы поставим цель поскромнее. Это, соответственно, 55. Теперь, что касается ключевых причин. Мы знаем то, что сейчас рынок характеризуется повышенной турбулентностью, паникой, нервозностью, неопределенностью. И, разумеется, на фоне подобной ситуации трейдеры отдают предпочтение тем активам, которые характеризуются таким понятием, как защитные гамни. К ним, разумеется, традиционно относится и доллар. Поэтому повышение доллара, рост привлекательности этого актива и в перспективе повышение курса сказывается негативным образом на рисковых инструментах, к которым традиционно относится и нефть. Другие факторы. Мы следим сейчас за ситуацией в Китае, отмечая то, что падение китайского фондового рынка уже, может быть, является куда более серьезной проблемой, чем Греция. Потому что Китай – это серьезный игрок, куда более крупный, чем Греция. Гораздо даже сравнивать не нужно на мировом рынке. И, разумеется, если ситуацию не удастся взять под контроль, мы увидим серьезные экономические негативные последствия, которые начнут раскатываться буквально по всей мировой экономике. Поэтому Китай – актуальная ситуация. И сейчас уже то, что мы видим, происходит с китайским рынком, является причиной, вследствие которого многие рейтинговые агентства спешно пересматривают прогнозы по темпам экономического роста. Мы свели эту идею к тому, что на фоне подобной слабости не стоит надеяться на прежние темпы спроса. Что касается еврозоны, здесь понятно, мы коснулись Греции, но не стоит забывать о том, что до сих пор мы имеем дело с возможностью реализации самого негативного сценария. Самый негативный сценарий может предопределить выход Греции из состава валютного блока. Если это произойдет, мы с вами говорили о том, к чему это в принципе может привести, к цепной реакции и последующему выходу других европейских стран, в общем, грядет, возможно, при определенном стечении обстоятельств распад валютного блока. И если все-таки мы увидим реализацию этого сценария, под ударами серьезными окажутся и макроэкономические показатели еврозоны в целом. Разумеется, это также скажется на темпах экономического восстановления, поэтому спрос может серьезно просесть и со стороны еще одного ключевого потребителя, одного из ключевых потребителей нефти. Это еще один фактор. Следующий момент, на который мы также обращаем внимание, это Иран. Хотя Иран, может быть, сейчас является одним из ключевых движков для коррекции нефти, поскольку мы ожидаем соглашения с Западом, между Ираном и Западом, мы ожидаем снятия финансово-экономических санкций. Пока еще точно сроки неизвестны, но, быть может, это произойдет уже до конца этого года. А значит, на рынке появится еще один игрок. То есть, объемы мы также обозначали в перспективе, в потенциале это до 4 миллионов баррелей в сутки. Очень много к тем объемам, которые уже характерны для стран ОПЕК. Поэтому получается, что если и этот сценарий будет реализован, значит, расхождение, рассинхронизация и дисбаланс между спросом и предложением будет многократно усилено. Я думаю, что потребуется очень много времени, чтобы привести этот дисбаланс в равновесное состояние. Поэтому сейчас, глядя на то, что происходит с нефтью, если кто-то по-прежнему считает, что нефть нащупает основания для восходящего роста, для возвращения выше 65 долларов за баррель, я, конечно же, бы с удовольствием послушал эти аргументы и доводы. Можно только полагать, что мировая экономика буквально через несколько недель найдет какие-то основания для собственного роста. Мы увидим стремительный темп экономического восстановления по Китаю, по еврозоне, но это сейчас больше похоже на сказки. Оснований для этого нет, предпосылок еще меньше. Поэтому давайте все-таки руководствоваться фактами, статистикой и констатировать слабость. Если мировая экономика слаба, а предложение растет, ну о каком росте тут можно говорить в плане стоимости нефти? Если у нас есть эта серьезная идея, до тех пор, пока мы не пересмотрим свое отношение к перспективам нефти, пока не проведем дополнительный анализ состояния мировой экономики, я считаю то, что нефть является потенциально одним из серьезных аутсайдеров и в принципе текущей актуальной котировки явно подтверждают этот факт. Что касается рубля, открывайте графики. Также сейчас у нас есть возможность только оценить ее премаркет, но в целом на самом деле с учетом закрытия вчерашней торговой сессии и текущих котировок особой изменений не произошло. Мы видим то, что рубль торгуется против доллара на уровне 57, то есть пара USDRAP пытается протестировать сопротивление 57 рублей против доллара. Вчера в принципе этот тест был практически удачным, но пока пара не смогла закрепиться выше этой отметки. Говоря про перспективы рубля, здесь тоже, пожалуй, повторяться не будем, просто отметим тот факт, что определение такого негативного коллекционного будущего для нефти создает такие же предпосылки и для рубля. Мы поставили с вами цель 58-59, пока полномерно туда и идем. И в целом общий фундаментальный фон явно сейчас не меняется по российской экономике. Очень скоро, буквально через неделю, мы получим обновленные данные по темпам экономического роста, увидим уже актуальные показатели по спаду, я думаю, что рецессия будет еще более серьезной и еще один потенциальный негатив. Поэтому для рубля сейчас поддержки, собственно, нет никакой, но может быть, если, скажем, с учетом текущих актуальных цен на данном уровне, возможно, при условии проторговки и консолидации, пара подойдет к налоговому периоду, то есть протянет до налогового периода с текущих значений, может быть, локально и со стороны продажи, экспортной выручки и спроса на рублевой ликвидности, рубль сможет получить поддержку на внутреннем рынке. Но, как всегда, Центральный банк не спит, напротив, внимательно отслеживает ситуацию. И, конечно же, учитывая цель завуалированную, которую поставил российский мегарегулятор, не допустить укрепления рубля. Я считаю то, что рубль может пойти еще дальше против американского конкурента. Наша пока цель 58, хотя в целом для долгосрочного инвестирования я могу уже сразу сказать, что 60 – это также не за горами. Что касается евро-доллара, переходим на эту валютную пару и смотрим за динамикой главного валютного риска. Безусловно, по-прежнему главной темой остается Греция. Это катализатор, триггер, движок всех финансовых рынков, буквально всех, даже производных финансовых инструментов. Сейчас все зависит именно от того, каким образом будет развиваться ситуация в Греции. На текущий момент у Афин, по сути, есть три сценария, как можно поступить и действовать. Во-первых, это смириться с теми требованиями, которые обозначаются со стороны тройки корриторов, независимо от того, что они жесткие, независимо от того, что они явно не нравятся общественности, явно не устраивает и греческое правительство. Но это как один из сценариев. Если Греция примет все требования, которые выдвигаются со стороны тройки, значит, сделки быть. Значит, тройка корриторов Еврогруппа, ЕЦБ и Международный валютный фонд предоставит им обещанную ликвидность, больше 7 миллиардов евро. Греция получит эти деньги, сможет исполнить свои долговые обязательства, сможет поддержать банковский сектор. В общем, выиграет время максимум на полтора-два года, а потом снова мы вернемся к этой проблеме, если за этот период не произойдет каких-то серьезных изменений, серьезных системных реформ, которые позволят добиться выздоровления экономики в целом. Но это, опять же, слишком оптимистичное ожидание. Что касается второго сценария, учитывая то, что банковский сектор и, в принципе, банки закрыты, понятное дело, почему, потому что нет денег, сейчас уже возникают вопросы о необходимости альтернативной валюты. Хотя до, скажем, прошлых денежных единиц Греции пока дело не дошло, но есть возможность увидеть долговые расписки, поскольку исполнять государству свои обязательства перед населением все-таки нужно. Без банков это трудно делать, то есть без ликвидности. Может быть, это альтернативное платежное средство сейчас также будет актуально для рынка Греции. И третий сценарий, он самый негативный, и, честно говоря, вероятность его может быть даже самая высокая. Этот сценарий предполагает тот факт, что стороны в конечном счете так и не договорятся, и в итоге мы услышим то, что стороны признают тот факт, что нет оснований для договоренности, нет возможности для сделки. Значит, начнется процедура последовательного контролируемого дефолта, банкротства суверена, и, соответственно, все это завершится потенциальным выходом Греции из состава валютного блока. Это самый негативный сценарий. Вчера мы следили за саммитом, поскольку это было главным событием дня. Символично то, что перед саммитом представителей еврочиновников, скажем так, состоялся саммит и встреча между цифрой сам премьер-министром Греции и президентом России Владимиром Путиным, где обсуждались вопросы потенциального сотрудничества. Мне кажется, что подобная встреча, которая, между прочим, происходила в тот самый момент, когда Меркель встречалась с Оландом, является еще одной частью переговорческой тактики Греции. То есть попытка надавить на тройку кредиторов и, скажем, заставить их пересмотреть условия по финансированию, может быть, отказаться от ряда требований, а может быть, смягчить, по крайней мере, условия по ряду параметров сделки, которые закладываются в перспективе в основу соглашения. Как бы то ни было, эта встреча состоялась. Разумеется, вопросов и, точнее, даже фонов в связи с этими встречами было достаточно на рынке. Волатильность также была бешеная. После этого прошел саммит. И те, кто с оптимизмом смотрели на возможность очередной встречи Еврогруппы с представителями Механического правительства, считали то, что вот этот саммит, ну, наконец-таки, должен оказаться прорывным и прогрессивным. Ну, сколько можно уже встречаться, сколько можно обсуждать одно и то же. Интересно, что в течение, скажем, получается, вторник, в течение двух дней после референдума у Греции была возможность подготовить новый пакет предложений. И тройка кредиторов ждала этот новый документ. Но в среду, то есть в ходе вчерашнего саммита, Ципрос привез на саммит, по сути, тот же самый документ, который уже был забракован несколькими неделями ранее. Без каких-либо малейших изменений. Разумеется, такая вопиющая наглость, но все-таки стоит отдать должное Ципросу, потому что он прекрасно знает, в какой ситуации сейчас находится греческая экономика. Прекрасно знает то, что в какой ситуации находится финансовая система. Прекрасно знает то, что терпение евро-чиновников уже практически на исходе. Но все равно он продолжает проводить эту дипломатическую политику и старается разговаривать исключительно на своих условиях. Конечно же, мужества ему не занимать. К чему это приведет, покажет, конечно же, время. Вчерашний саммит, как вы, наверное, уже поняли, ни к чему не привел, никаких прогрессивных решений. Но, может быть, только стоит отметить и тот факт, что подняли вопрос о необходимости финансирования Греции, греческой банковской системы, со стороны Европейского центрального банка, точнее, со стороны Европейского механизма стабильности. Это фонд, который используется для оздоровления, скажем, национальной экономики. Сейчас есть возможность получить эти средства Греции. Там сумма незначительная. Это позволит лишь выиграть время до конца этого месяца, если решение будет положительным. Сегодня, в частности, по итогам дня, внутри дня, мы услышим о том, предоставит ли ЕЦБ эту ликвидность. Потому что Греция как раз буквально через несколько часов, а может быть, даже уже сделала запрос, как раз на получение этих средств. Если они будут, то, значит, нас ожидает, по сути, период из трех недель полноценных постоянных переговорческих процессов и попытки найти компромиссное решение по преодолению кризиса, характерного для Греции. Хотя сейчас уже отмечают, назначили дату следующего саммита. Он пройдет в это воскресенье. И, судя по позиции большинства еврочиновников, это заключительный саммит. Но мы уже устали слышать, скажем, подобные заявления. Мы ждали такой же заключительный саммит еще три недели назад. А спустя этого прошло их еще пять. В итоге, конечно же, продолжим следить за ситуацией. Если, опять же, в ходе этого саммита окажется так, что он станет очередным безрезультатным, значит, нас ожидает еще одно открытие с ГЭПом. А учитывая риторику еврочиновников, что если в это воскресенье, в принципе, не удастся договориться, значит, договоренности, как таковой, уже, в принципе, и не будет. Значит, если не будет договоренности в это воскресенье, будет начать процесс как раз контролируемого дефолта и выхода Греции из состава валютного блока. Поэтому это воскресенье, наверное, самое важное событие недели, а может быть, даже и последних нескольких месяцев, учитывая то, что на кону судьба Греции. Если договоренности не будет, в понедельник нас ожидает ценовой разрыв. Я думаю, что трудно сейчас определить его потенциал, но он будет, наверное, куда больше, чем даже ГЭП позапрошлого понедельника. Поэтому следим за ситуацией, ждем этот саммит и надеемся, те, кто делает ставку на рост и европейского фондового рынка, и на рост европейской валюты, что этот саммит окажется результативным и стороны смогут преодолеть актуальные разногласия. Дальше идем. Доллар японская иена, текущие актуальные котировки, КЛОЗ 12253, сейчас, наверное, в районе 122 пар торгуются. В целом, сегодня нас ожидает очень серьезный фундаментальный фонд, связанный с тем, что в 21.00 будут опубликованы протоколы последнего заседания Федерального комитета по открытым операциям на финансовых рынках ФРС США. Событие очень важное, традиционное это событие, и, скажем, подобный отчет провоцирует повышенную волатильность. Обычно по евро-доллару это даже не меньше 100 пунктов. Но учитывая то, что сейчас интерес к протоколам повышен, поскольку мы наконец-таки хотим услышать все-таки конкретику по срокам повышения процентной ставки, я думаю, что волатильность сегодня будет еще более серьезная. Напомню, что отчет в 21.00, в целом, что мы ожидаем? Я ожидаю жесткой риторики со стороны представителей ФРС, поскольку за последние несколько месяцев американская экономика дала национальным монетарным властям достаточно убедительных аргументов в пользу того, что она восстанавливается. Ну или, по крайней мере, есть уже серьезные основания для того, чтобы вот эта легкая сейчас восстановительная динамика, которую мы наблюдаем, превратилась в самую настоящую тенденцию. Может быть, слегка разочаровали последние данные по Non-Farm Perils, по количеству новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора. Но, опять же, мы параллельно анализировали еще и общий показатель по безработице. Он на уровне 5,3%, поэтому позитив этого фона полностью нивелирует небольшой недобор по количеству новых рабочих мест. 5,3% – это верхняя планка целевого порога, который был обозначен ФРСом в 2008 году, поэтому эта цель реализована. Если увидим еще и рост заработных плат, вполне возможно, ведь средний показатель по динамике и этому отчету держится уже выше 2%, значит, до конца этого года мы действительно увидим наконец-таки долгожданное решение ФРС по ужесточению монетарной политики и повышению процентной ставки. Поэтому, в целом, я снова обращаю внимание на перспективы пары доллар-японская иена, и ни в коем случае не стоит отворачиваться от длинной идеи, от длинной сделки по этому тандему валютных активов только из-за того, что сейчас пара, может быть, корректируется. Корректируется она, напомню, не из-за того, что доллар чувствует себя очень плохо, а из-за того, что сейчас на фоне актуальной ситуации в Греции трейдеры перекладывают свои сбережения и инвестиции в защитные активы, к которым традиционно, помимо доллара, относилась еще и японская иена. Но если рассматривать как раз тандем валютных активов доллара и японская иена, иена пользовалась всегда повышенным способом. И как только мы перелеснем эту историю, точнее, страницу неопределенности по Греции, я считаю то, что идея касательно роста доллара снова станет самой актуальной на рынке, и лучше бы, чтобы в этот момент уже вы находились в длинных разделках. Я считаю то, что текущий уровень, 122, это отличная возможность для того, чтобы рассмотреть возможность поднятия этой пары, возможно, с локальных минимумов, может быть, даже ниже мы эту валютную пару и не увидим. Наша цель, в принципе, средне-долгосрочная, хотя средне-срочная, 125, потом постараемся пойти выше, но я думаю, что ФРС и фундаментальный фон из США нам в этом поможет. Еще пару слов хотел сказать про пару USD с ВИС, откройте, пожалуйста, этот тандем валютных активов. Наша цель 0,95 реализована, текущий уровень 0,9450. И мы прекрасно знаем, что, как я уже сказал по паре доллар-японская иена, доллар сохраняет потенциал для роста. Что касается монетарных властей Швейцарии, они, напротив, будут и дальше предпринимать все возможные меры для того, чтобы ослабить швейцарскую валюту. Напомню, что они уже ввели отрицательную ставку по депозитам, минус 0,75%, для того, чтобы просто не клали деньги в национальную банковскую систему. И, соответственно, не клали деньги, номинированные в швейцарской валюте. Дорогой франк подрывает конкурентоспособность национальных производителей. Допускать этого сейчас ни в коем случае нельзя. Поэтому, как только вспомним позапрошлый понедельник, когда евро-доллар открылся с гэпом 170 пунктов, мы увидели стремительное восходящее движение и нашли причину в том, что в этот день Национальный банк Швейцарии проводил активные валютные интервенции. Суммы он так и не обозначил. Но у нас есть возможность посмотреть за динамикой международных резервов и прийти к выводу о том, какова могла быть эта сумма. Напомню, что вчера были опубликованы обновленные данные по международным резервам. И если, скажем, месяц назад этот показатель был в районе 517,7 миллиардов франков, то сейчас это 516,2. То есть, получается, на валютные интервенции чисто теоретически могли потратить полтора миллиарда франков. Это очень много. И это говорит о том, что Национальный банк Швейцарии готов использовать самые радикальные меры и шаги для того, чтобы ослабить позиции национальной валюты. Наша цель по USD-свеси возвращение в район 0,95, около 50 пунктов до этой отметки. Но я думаю, что потенциал восходящего движения будет еще более серьезным. И что касается кодового слова на сегодня, это нефть. Напомню, что оно позволит вам получить дополнительный бонус на пополнение, плюс к тем акциям, которые действуют в рамках нашей компании. Вопросы есть? Большое спасибо за внимание. Ждем комментариев на нашем официальном канале Амаркет. Оставляйте ваши вопросы под видео окном. Всего доброго. До свидания.